Друзья, всем привет! Занимаюсь сейчас черновой отделкой дома. Проклеиваю пароизоляцию и прикручиваю бруски на стены. На эти бруски далее будет монтироваться плитная обшивка. У меня это будут строительные плиты квикдек 16 мм. Далее на них уже будет смонтирована финишная отделка, обои, плитка и так далее. По низу, куда достают руки, работать довольно легко. Проблемы начинаются, когда переходим повыше. Со стремянки или со стула такая работа одна морока. Поэтому буду делать помогатор для таких работ. Закупил профильные трубы 20х20. Ее необходимо нарезать на нужные отрезки. Как раз протестирую свою обновку. Аккумуляторную болгарку Greenworks. Нам понадобится 4 куска по 182 см и 10 по 63 см. На длинных трубах делаю разметку каждые 30 см. А далее располагаю две длинные трубы по краям, а между ними по разметке располагаю короткие, как вы видите на видео. После этого прихватываю крайние две и далее сверяю диагонали. Все отлично, можно обваривать. Далее ставлю зачистной диск и убираю наплыва от сварки. Болгарка отлично справляется. До этого спокойно нарезал все эти трубы и теперь защищаю швы. Удобно, что не мешаются провода, а аккумулятор подходит и к куче других инструментов. У меня и шуруповерт, и пила сабельная, и даже цепная. А аккумуляторов всего пару штук. В общем, после зачистки сверху кладу вторую партию труб и делаю точно такую же конструкцию, как и первая. Сентябрь радовал солнечными днями, но октябрь непредсказуем. Вот ни с того ни с сего пошел снег, а через час вышло солнце. Теперь достаю колеса. У меня были вот такие с платформой. Тут, конечно, подошли бы лучше со шпилькой, но и эти отлично подошли. Они со стопором, держат вроде до 100 кг. Далее думал, как сделать механизм петли. И временно пришел вот к такому решению. Накрутил на шпильку М12 две гайки. Кладу шпильку с гайками к трубам, которые расположил примерно вот так, как на столе. Затем их обвариваю. Две трубы привариваю к гайкам и две другие к шпильке. Конечно, шпилька не лучшее решение, как я говорил выше, но я смогу проверить конструкцию в деле. Потом съезжу в магазин и подберу что-то помощнее. Думаю, отлично подойдет шпилька М20 и удлиненные гайки. Далее привариваю гаражные петли. Привариваются они к конструкциям с колесами. И ответная часть – конструкция с шарниром из шпилек и гаек. Все делаю по месту, хотя накануне нарисовал чертеж в скетчапе. Выложу в телеграм-канале. Может кому пригодится. И, как ни странно, в итоге получилось как в чертеже. Видимо, потому что он остался в моей памяти. Как раз оставалось у меня две полтора метровых куска трубы 40х20. Располагаю их в конструкции. Зажимаю маленькие кусочки труб 20х20 и привариваю. Также привариваю трубы с другой стороны, как на видео. А теперь к получившемуся прямоугольнику прикручиваем 12-миллиметровый ОСП. Лишние торчащие куски отрезаем. Все, теперь идем тестировать получившуюся самоделку. Легко складываем и уносим в дом. Также легко раскладываем и кладем платформу на необходимую высоту. Получились вот такие компактные подмости на колесах. С их помощью я легко смогу передвигаться вдоль стен на комфортной для работы высоте. Да, шпилька М12, конечно, хлипковата. Ее я заменю на шпильку М20. Тогда я покрашу. А в остальном получилось, на мой взгляд, отлично. Материала, по моим расчетам, ушло где-то на 4000. Это 4 трубы 20х20, 4 колеса и полдня работы. Дешевле 11 тысяч в интернете за подобное я не встречал. Так что, имея болгарку и сварку, можно сделать самому. Друзья, как вам такая самоделка? Если понравилась, то ставьте лайки и пишите комменты, как можно доработать и как можно сделать еще. Также подписывайтесь на канал в Телеграм. Там я выложил чертеж этих подмостей. Может, кому пригодится. Да и вообще, иногда выкладываю там что-нибудь полезное. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!